Если он пошел в атаку, защитники уже не спасут один против четверых с прицельным ударом, от которого сотрясает не только ворота соперника, но и целые трибуны. Поле центрального стадиона «Динамо» раскрыло все футбольные таланты скромного сухумского юноши. Недавно присоединившийся к московскому «Спартаку» Никита Симонян уже и мастер прицельной атаки, и автор хитрой обводки, которые почти сразу же в 1950-м принесут ему звание лучшего бомбардира «Союза». 34 гола за сезон, рекорд от которого кому угодно вскружит голову. Все-таки зависит от человека, кто были родители, какое было воспитание, то, собственно говоря, зазнаваться, понимаете, ну забил. С уважением и к болельщику, и к сопернику. Об этом кодексе чести советского футболиста знают даже за рубежом. Вот на реконструированном стадионе «Ференс Пушкаш» в Будапеште у легендарного бомбардира право первого удара по мячу. Но это на поле Симонян звезда, а в жизни... Мы с врачом команды пришли в Сундуны. Смотрю, в общей очереди, совершенно спокойно стоит Симонян. Мне привело отношения нормальные, чтобы быть порядочным, честным. В этих традициях уважение к профессии Симонян и воспитывал будущих звезд. В 1960-м как тренер возглавил родной «Спартак». И вот уже красно-белые, пятикратные обладатели Кубка СССР. А это 1973-й и переезд в Ереванский Арарат, на матче которого теперь невозможно достать лишнего билета. Я вспоминаю этот стадион, который всегда заполнялся. И эту команду чемпионов, которую он буквально за год сделал. Вот ты выходишь сегодня на тренировку, забудь всего, а только посвящай себя любимому делу. Даже в свои 95 с любимым делом старается не пропускать ни матча. Своим жизненным опытом, ну, безусловно, высочайшим профессиональным отношением к футболу, конечно, является примером всем. Звезда мирового уровня. Никита Павлович, я вас обнимаю. Двери в кабинет с табличкой «Первый вице-президент РФС» открыты для всех. Совет один только, знаете, любить, конечно, вывелись в футбол, любить мяч. Я вам скажу, что я, в принципе, не мыслю без работы. Ближайший тур российской премьер-лиги пройдет под знаком юбилея легендарного советского бомбардира Павел Мир. Родился я в городе Армавир, Краснодарского края. Вот. Это, правда, довольно давно. 12 октября 1926 года. Никита Павлович Симонян в большом футболе с середины 20 века. Завареванные им титулы говорят сами за себя. Олимпийский чемпион Мельбурна. Четырехкратный чемпион СССР как игрок и трехкратный как тренер. Двукратный обладатель Кубка СССР как игрок и четырехкратный как тренер. Лучший бомбардир Спартака всех времен. Один из двух людей в истории отечественного футбола, помимо Николая Гуляева, кто делал золотой дубль и как игрок, и как главный тренер. В футболе, как в жизни, есть своя историческая логика. Удивительно, но первым из футболистов в отечественном музыкальном фольклоре был увековечен не кто-нибудь, а именно этот худощавый отнюдь неатлетического сложения девятый номер московского Спартака Никита Симонян. Скромный, даже застенчивый паренек из Армавира, который стал лидером самой популярной команды страны и лучшим бомбардиром в послевоенном футболе. Его рекорд результативности 34 мяча за один сезон стал одним из самых долгоживущих футбольных рекордов. Он продержался ни много ни мало 35 лет. Московский Спартак выигрывал золотые медали 11 раз и 6 раз с Симоняном, 4-жды как с игроком и 2-жды как со старшим тренером. 10 раз красноделы завоевывали кубок страны, Симоняном ровно половину. 2 раза он совершал круг почета с хрустальной вазой как футболист и 3-жды как руководитель команды. Тот Арарат 73-го сделал для прославления армян во всем мире больше, чем кто-либо. Успехи ереванцев, успехи лично Симоняна обсуждали везде, где только возможно. Даже тогдашний католикос всех армян Вазген I отмечал, что вся Армения гордится тем, что наша команда стала первой в Советском Союзе. Эта победа стала одной из самых ярких страниц не только в истории советского футбола, но и истории Армении. За сборную команду СССР, честь которой Никита Симонян защищал, он провел 23 матча и забил 12 головных. Прославился Никита Симонян и как тренер. Он руководил московским «Фартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем». С 77-го по 79-й годы Симонян тренировал и сборную СССР. Прославился Никита Симонян. Для Армении это все сказано. Я думаю, было бы справедливо нашему стадиону присвоить имя Никиты Симонян. Примечательная эта дата, 12 октября. Я говорю, примечательная, потому что более 500 лет назад, именно 12 октября, Колумб открыл Америку. Мне было всего 4 года, и мои родители переехали в Абхазию, в красивейший приморский город Сухуми. Вот, собственно, так и началась моя жизнь вообще. Ну, а какая жизнь? Я думаю, что вы зададите вопросы. Пожалуйста. Уважаемый Никита Павлович, сколько вам было лет, когда вы впервые увидели игру в футбол? И вообще, какой бы футбол вашего детства? Наверное, вот когда я только увидел футбольный мяч, и, видимо, с этого началась моя футбольная, ну, лихорадка. Я низово гонял мяч. Разумеется, не было тогда кедов, не было и кроссовок, поэтому были ботинки. Ботинки рвал, естественно, ну и получал очень прилично от отца. Очень прилично. Вот. Вот такой пятерней, который говорит, ты бросишь эту хулиганскую игру. Ну, знаете, мама, она такая, в общем-то, милейшая женщина. Она говорит, сынок, ну ты не злись, ведь трудно ему зарабатывать, знаешь. А что было? Ну, мы гоняли, гоняли, в общем, во дворах, гоняли в пустырях. Нас стали, в общем, отслеживать способных мальчишек и организовали эту, в общем, спортивную школу «Динамо». «Динамо» при команде «Динамо» Сухуми, при взрослой команде, которая играла на пирице Абхазии, потом на пирице Грузии. В осени 45-го года, в конце 45-го, приехала команда «Крыльев Советов». И мы сыграли с ними три игры. Ну, так мне удалось, в общем, забить там и там. Тренер команды, он был помощником у старшего тренера Абрама Христофоровича Дангулова, Горохов Владимир Иванович, пригласил меня в номер гостиницы «Абхазия» и сказал ему, вот мы тебя хотим пригласить в Москву, я из тебя сделаю второго Боброва. Я думаю, боже мой, это во сне может присниться второго Боброва. А Селд Михайлович тогда за ЦДК забил 24. 24 и блеснул вообще за один сезон. Но, тем не менее, тем не менее, я ему сказал, Владимир Иванович, вы знаете, без родителей ведь я не приму решение. Но они уговорили родителей, что я буду совмещать учебу в институте, вот, играть в футбол. И на этом, согласились, это был январь 46-го года. 20 лет вам. Да, мне еще 20 лет не было. Ну и где я поселился? Тогда с жильем было сложно. Я поселился у Владимира Ивановича Горохова. Это в спольный переулок. В спольный переулок, знаете, между Маяковской и площадью Васанья. Ну вот я у него там в подвальном помещении проспал в темном чулане на сундуке. Три года, три сезона. То есть на такие же личные условия приглашали раньше? Да, на такие же личные условия. Отличаются, да? Контрактов не было раньше. Что? Контрактов не было. Контрактов не было, да. Но я скажу, что, вы знаете, я настолько благодарен этой семье и Владе Михайловне, супруге. Да и Владимир Иванович, я считал и считаю вторым отцом. Иной раз, вот что меня приглашали в их комнату, у них была одна комната. Я спал на диване. Я у них спал на диване. Ну, проходит где-то, понимаете, примерно неделя. Я смотрю, Владимир Иванович ходит, вокруг меня сопит там и начинает издалека, что жизнь такая сложная штука. Там и так далее и тому подобное. Ну, я по наивности, в общем-то, знаете, думаю, а что он-то, так сказать, что ты делаешь, к чему он кланит? Ну, наконец, он видит, что я, в общем, не могу понять, что ты, ну, ну, не к этому, ты понимаешь, ведь супругские обязанности надо выполнять. Я говорю, Владимир Иванович, я пошел на свой сундук. Все, вопрос у меня. Потом, к сожалению, команда оказалась в хвосте турнирной таблицы, решением секретариата ВССПС команду расформировали, и дальше пошло распределение. Конечно, естественно, по профсоюзным командам. Я должен был идти в торпеды, а тренеров наших пригласили в «Спартак» и Абрам Ксапорчича Дангулова, и Горохова Владимира Ивановича. Ну, естественно, во-первых, потому что тренеры туда пошли. Потом я еще, в общем-то, был зеленым, еще не состоявшимся игроком. Одним словом, значит, я написал заявление «Спартак». А дальше что происходит дальше? А где-то очень рано, очень рано стук в дверь, вот в наше подвальное помещение, в подвальную квартиру, и за мной. Вас ждет машина, вас везут на завод ЗИЛ. И меня повезли на завод. И привели меня в кабинет Лихачева Ивана Алексеевича. Но это разговор, знаете, разговор надо передать, потому что Иван Алексеевич, знаешь, настоящий русский мужик, но через слово, знаете, крепкий русский мат. Да ты за кого решил играть, понимаешь, за этих тряпишников? Да надо играть ведь за индустрию, там прочь. Да если бы я твоему отцу, да он тебе надавал бы там по заднице, там прочь, туда-сюда, там. Долго он меня уговаривал. Ну так что? Что ты скажешь? Я говорю, Иван Алексеевич. И все-таки я решил перейти в Спартак. Да? Ну иди. Но запомни, что обратно тебе дороги, торпеды, не будет никогда. Если даже у тебя, ну не на заднем месте, вы сами понимаете, как он высказался. Вырос вот пять звезд. Вот так я оказался в Спартаке. Ну а дальше. Великий клуб. Помните, главная команда ждет вас. Удачи вам, ребята. Поздравляем. Дорогие друзья, дорогие друзья, спасибо вам за поддержку. Спасибо, что вы преданы нашему клубу. Огромное спасибо вашим отцам и дедам, которые передали вам эстафету, а вы приняли эстафету в верности Спартаковскому флагу. Да здравствуй, Спартак! Враг! Уважаемый Никита Павлович, скажите, пожалуйста, а как родители относились к вам, то, что вы так увлеклись футболом? И кем бы они хотели вас видеть в будущем? Мой отец был сапожник, а дядька был мой, мой дядька Иван Павлович, юрист. Вот. Но отец относился очень против. Он понять не мог. Он понять не мог, что это за игра. Вот. Он просто говорил, это хулиганская игра и больше ничего. Но, знаете, муж моей сестры, Анатолий, как-то с ним, он приехал в Москву, отец, и попал на игру. Мы играли с чехами, со сборной команды Чехловати, Спартак. Вот. Ну, разумеется, полный стадион «Динамо». Полный стадион «Динамо». Мы обыграем 2-0, оба гола забиваю я, и, значит, с трибуны несется. Никита, давай, Никита, давай. А он сидит, значит, с своим, так сказать, зятем и говорит, Толя, кому это там, какому это Никите орут там? Какому еще? Ну, какому? Твоему! И тогда он, знаете, приехав домой, матери сказал, ты знаешь, извинись перед ним. Извинись перед ним. А там дальше произошло еще одно, значит. Ну, отец был, в общем-то, ну, на рынке работал, сапожник. Вот. Вот. А там, в Сухуми, он по сей день функционирует в стадионе Московского военного округа. Ну, что, военные люди. Вот. И там полковник, полковник и там другие офицеры пришли на этот рынок. И одному полковник говорит, а ты знаешь, кто это показывает на отца? Говорит, кто? Говорит, это вот отец Симоняна. Да? А ну, качать его. Они его стали кидать в воздух. Он пришел домой совсем ошелевший, понимаете? Ну, потом, в общем-то, пришлось ему смириться, видите, что же делать. Так что, вот так. Как только я перешел в Спартак, мне дали комнату на улице Горького. 15-метровую комнату. Ну, по наивности, в общем-то, я не предавал, в общем-то, даже и не знал, почему мне дали эту комнату. Из трехкомнатной квартиры эту комнату отобрали у квартирантов. А квартира эта была Александра Ивановича Угарову. Угарову, бывшему второму секретарю Ленинградского обкома партии. Второй человек был у Кирова. Второй человек. Потом его перевели в Москву, тоже вторым секретарем. Но был репрессирован, расстрелян, после войны, конечно, после смерти Сталина реабилитирован. Вот. И вот там мне дали комнату. Знал, вот, так сказать, другое время, я бы, конечно, отказался. Вот. Ну, вот в этой комнате я и прожил. Потом, значит, мы выиграли кубок. И я получил квартиру на Новопесчаной улице, где-то 26 метров. Ну, так, знаете, сложился сезон довольно удачно. Это 49-50-е, поскольку, ну, так, и команда выигрывала, и результативность была. Ну, тогда вот мне удалось забить в 49-м году 26 и 5 в кубке. Я вот не знаю, почему, почему не считает кубковые голы, ведь это официальные игры тоже. Я считаю только, так сказать, в чемпионате. А потом, значит, 34, уже 50-х, были тоже 5 в кубке. Ну, вот, и наступил 51-й год. Вот 51-й год, после сезона мы поехали отдыхать в Кисловодск. Игорь Нетто, Ильин, Анатолий и я. Знаете, где-то примерно неделя, неделю мы отдыхали. Ну, и пошли в кино, там же, так сказать, в клубе санатория, в санаторий Орджоникидзе. И вдруг говорят, Симонян на выход. Ну, на выход я вышел, а там, смотрю, стоят два адъютанта, два адъютанта Василия Сталина. Одного-то я просто хорошо знал, Михаил Арминакович Степанян. А второй, Сергей Михайлович Капелькин, бывший футболист, ЦДК, хороший, так сказать, пенальтист, там, и так далее, и так далее. Ну, они меня повезли на свою государственную дачу и стали уговаривать, чтобы я перешел в ВВС. А тогда Бобров сел, Симон Михайлович, перепишел в ВВС. Вы с Бобровым составите сдвоенный центр, и так далее, и так далее. Я отказался, потом Василий, как депутат Верховного Совета, тебя приглашает на прием. Я говорю, да ладно, бросьте вы, понимаете, мне голову забивать. Я говорю, никуда я не поеду. И знаете, они, в общем-то, ну, какой самый-самый, в общем-то, так сказать, прием действенный. Они меня напоили, сволочи. Они напоили меня, знаете ли что? Ну, говорит, слушай, ну ты можешь себе представить вообще, что командующий, как командир был ВВС Московского военного округа, прислал самолет, военно-транспортный самолет, шесть летчиков, двух НАСА, две тантов. И мы приедем, не выполним задание. Что он с нами сделает? Знаешь, давай поедем. Ну, откажешься у него. Ну, знаете, ветер гулял в голове. Думаю, ну что, подумаешь, ну поедем, так поедем. Ну и поехал. Вот. Они привезли меня, значит, в Минводы, где стоял самолет, значит, накрыли меня там мехами, унтами там и прочее. Ну и самолет приземлился вот в центральном аэропорту, вот где, ну сейчас метро-аэропорт. Вот. Там встречал такой полковник, начальник спортроты, полковник Соколов. И меня повезли на Гогольскую набережную, дом 7. Вот. Привезли. Ну и заходит Василий Иванович. А вы пьяный? Нет, я уже протрясел. А, ну там. Унтами, унтами накрыли. Поспали. Дмитрий Юрьевич, ну все-таки летели 5 часов, понимаете. Я проспал там, все, отошел так, все. Ну так, знаете, я, значит, по правую руку от него, значит, он сел. И так сходу, так вот что, значит, я поклятся прахом своей матери, что ты будешь в моей команде. А ты сам понимаешь, что я такие клятвы нечастливаю. Отвечай. Ну не думая, не думая ни о чем, о последствиях там прочее, что может быть после отказа, знал я только одно, что из Спартака я не уйду. Я сказал, Василий Юрьевич, знаете, я хочу остаться в Спартаке. Он говорит, да, ну иди. Думаю, господи, так быстро. Я так, знаете, стремительно спустился по лестнице. В это время за мной бегут снова адъютанты. Командующий просит тебя снова, наверное. Я поднялся, он говорит, садись. Тогда, я говорю, в Московскую городковую партию был Хрущев. Ну и поскольку Спартак чисто такая городская команда, он говорит, ну я слышал, что ты боишься препятствий со стороны Хрущева и Румянцева. Ты не беспокойся, я с ними улажу вопрос. Я говорю, да нет, Василий Юрьевич, я уверен, что если я отдам согласие, я через пять минут буду в вашей команде. Ну, Василий Юрьевич, знаете, все-таки в Спартаке, вот, и благодаря тренерам, игрокам, я тут состоялся вроде как игрок. Поэтому я говорю, Василий Юрьевич, разрешите мне остаться в Спартаке. Вы знаете, вот так, я думал, что это его тронуло. Разрешите мне остаться в Спартаке. И знаете, он тут обвел своих подчиненных глазами, посмотрел, а их там было человек на шесть или восемь. Вот, говорит, вы слышали? Вот человек мне сказал правду в глазах. И вот тебе спасибо за правду. Ты иди играй за свой Спартак, но запомни, что в любое время, по любым вопросам, я тебя привык, Саш, простёртый мир. Тебе спасибо за правду. Иди. Я поехал. Я жил на Новопесчаной улице, значит, ну, ждал, а они хотели меня вроде отправить обратно тоже самолетом. Ничего подобного, значит, какое-то время звонок в дверь. Думал, Господи, опять за мной. Значит, стоит солдат. Вы, Симоньян, я, вот вам форма 28, вот вам билет кисловоз на поезд, и туда, и обратно. Я говорю, солдатик, я просил только туда, я обратно. Не могу знать приказ команды сейчас. И уехал. Ой, значит. Потом звонит, значит, Виктор Иванович Макар. А он был председателем Российского совета Спартак, а потом, значит, перешёл, перешёл в ВВС работать к Василию Осичеву, поскольку его жена и последняя супруга Василия и Осича Сталина, Капитулина Васильева Пловчиха. Они были подруги. И он перешёл туда. Он мне звонит и говорит, слушай, ну, знаешь, время позднее. Ты, может, сам доберёшься. Я говорю, а что, Виктор Иванович Макар, конечно, доберёшься. А что такое? Ну, как что? Вот команда сказал, вот, проводи, Симоньяна, и стой, пока не исчезнет последний вагон. Ты ему понравился за правду. Я говорю, да, я, Виктор Иванович, я доберусь, не волнуйтесь, оставайтесь дома. Я приехал. Приехал, но несколько дней меня не было. Ну, и эти двое, значит. Женя лопчет здесь, он интонацию Игоря, он это знает. И говорит, где ты шлялся? Я говорю, где шлялся? Я говорю, перед вами офицер Советской Армии. Да ладно, болтать. Я говорю, что болтать? Я говорю, ну, форма 28, там, понимаете, вверху звёздочка. Вот. Я говорю, а вот, посмотри. Не видишь, что ли? Он так посмотрел. А, ну ладно, ладно. Набью тебе морду болельщики наши и правильно сделай. Ну, потом, потом, ясно в общем, что. Но, знаете, что бы ни говорили о Василии Сталине, я ему благодарен, благодарен за то, что он ко мне отнёсся по-человечески. Ведь после того, как скончался вождь всех народов, он был арестован. И вот тот человек, который меня встречал, дал показания на суде, что после моего отказа он дал указания меня, говорит, пристрелите за угла, понимаете. Вот так на него плели. Но я вот, бывая на Троекурсовом кладбище, всегда прихожу, вот, я всегда кладу цветы. Вот так. Так было. Вот один из них, Никита Симонян. Стал играть, я думаю, что, наверное, когда только родился. Наша группа, Англия, Австрия, Бразилия, это была очень сильная группа. Пеле Пеле вышел впервые против нас. Ему, по-моему, не было ещё и 18 лет. Но мы в этом году встречались, он мне сказал, что я ему нанёс травму. Да что я ему сказал, Пеле? Мы же с тобой играли на одних позициях. Нет, ты пришёл в нашу штрафную, в свою, и нанёс мне травму. Я говорю, ну, значит, это история. Нанёс травму самому Пеле. Мы попали в восьмёрку лучшей команды. Нет. Я моё мнение посижу, это успех. Дана Верховарсен, партийные органы считали, что это провал. Там рядом было озеро. Лев Яшин любил ловить рыбу. Поэтому, когда он на озеро ходил, ловил. На удочке ловил рыбу. Насколько они будут подготовлены и физически, и тактически, колоссальные взаимы, это будет подготовка психологически. Вы пойдёте смотреть? Ну, как же. Конечно, пойду. Я чувствую, рвётся каверзный вопрос хоть задать Евгений Серафимович. Дело в том, что у меня практически не было отца. Когда я родился, отца уже не было в семье. Он где-то был, он там где-то отсидел. Вот сейчас я слушал, практически книгу мы сейчас прочитали. Как жизнь складывалась, как вообще, какая она была жизнь. Когда сегодня многие говорят совок о том времени, в котором мы жили, я не согласен с этим, потому что там были искренне хорошие отношения. Я подмосковный пацан, который кормила улица, у которого там всегда открытые двери были, и всё. Я начал играть в футбол, и о Спартаке, конечно, не грезил ещё, но болел за Спартак. Я уже дошёл до молодёжной сборной. В ней был врачом Николай Николаевич Алексеев. Вы знаете, для меня сейчас было поразительно. Никита Павлович вспоминал людей по имени-отчеству, по-моему, с 13 века, честно говоря. И всех помнил. Я так не могу, потому что столько мячик бил головой, что у меня что-то уже испарилось. Вот. Отдаёт отчёт себе человек. Да, конечно. Отдаёт отчёт. Самокаритичный. Не боится признаться. Да, правильно. Да, и поэтому волосы седые. Правда, одна женщина сказала, говорит, не надо в таком возрасте красить брови, говорит. Вот. И Николай Николаевич работал в этой команде в молодёжной сборной. А он когда-то был врачом Спартака. И всех, вот это всё поколение, хорошо знал. И как-то после какой-то игры мы пошли париться в сундуны. Вот сейчас я скажу вещь, которую сегодня просто нельзя как бы вообще понять, чтобы великий, заслуженный, перезаслуженный человек стоял в очереди за билетиком в сундуновские баны. И когда мы выходили оттуда, я вдруг смотрю, стоит Симонян. Я, конечно, обалдел. Он мне говорит, мы вообще за тобой смотрим, хотим тебя пригласить. А Золотов, тогда начальник команды был в торпеду, он говорит, так, идёшь в торпеду, трёхкомнатная квартира, машина, то, другое, третье. Я, конечно, ошалелый, ёлки пацаны из Подмосковья, какие-то квартиры. Я говорю, конечно, вопросов нет. Проходит неделя, у меня билет участника, потому что в молодёжной сборной играл, я прихожу на какой-то футбол, а на футболе всегда была, если это не Спартак, играл стайка такая, знаете, ветерана Спартака, где главарём был Никита Павлович. А я же вроде и торпеды сказал, пойду, и Симонян сказал, пойду. И вдруг в этот момент, Симонян что-то там, какой-то момент был, оборачивается, о, Жень, привет. Я говорю, Никита Павлович, здравствуйте. Он мне говорит, что-то я слышал, ты в торпеды. А мы с ним буквально неделю назад разговаривали. Значит, в торпеды собираешься? Я говорю, Никита Павлович, что он сказал? Да не может быть такого. Да я за Спартака. Вот с того времени я в Спартаке. И это для меня отец футбольный, и я думаю, не только футбольный. Этот человек меня воспитал, дал мне возможность играть в Спартаке, дал мне возможность мне практически задуманнее играть, дал мне возможность в последний год, перед тем, как он уходил из Спартака, команда заняла, по-моему, 10-е или 11-е место, стать лучшим футболистом страны, а в конце концов, в общем-то, сыграть за сборную мира в прощальном матче великого бразильского футболиста Горинчи. Я хочу сказать ведь не только это. Я с удивлением узнал, что этот человек играл на трубе. Еще с большим удивлением узнал, что он на похоронах играл. Было. Было, да. Я же могу заключение сказать только единственное. Дай Бог каждому, чтобы у него был такой отец. Спасибо. Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Симоняну Никите Павловичу, первому вице-президенту Российского футбольного союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова